Взглянув на этот фильтр, можно подумать, что он больше года очищал воду от примесей, но на самом деле прослужил своей хозяйке всего неделю. Единственное, что остается с ним сделать после такой нагрузки, это выбросить. Переехала почти 15 лет назад и тогда оказалась в микрорайон своей мечты. Ольга Степаненко вспоминает, то, что идеальная вода превратится в многолетнюю проблему, не могла даже представить. У нас фильтров вообще никаких не стояло, при этом жесткость была в пределах питьевой нормы, вода была абсолютно прозрачной и удивительно, она пахла морем. Вот правда морем пахла, набираешь ванну, она пахнет морем. Дети купаться просто обожали. Но вскоре вместо чистой воды с голубым оттенком из крана полилась ржавая, с неприятным привкусом. С каждым годом жесткость повышалась. Медленно, но верно. И в конце концов зимой, вот этой зимой, она дошла до немецких 19,5 градусов. То есть в наших градусах это, по-моему, больше семерки, а это уже по Санпину не питьевая вода. Смесители живут три года, безвозвратно закисают звездкой. Жильцы продолжают выбрасывать только что купленные фильтры, а во дворах появились платные автоматы с питьевой артезианской водой. Мы платим за питьевую воду, по тарифу питьевой воды. Пить ее нельзя. И мы вынуждены покупать, ну, люди, у которых нет фильтра, они покупают питьевую воду. Не только сантехника страдает от плохого качества воды, и последствия оказались куда серьезнее. Воду в поселке отключают регулярно, рассказывает Ольга. Но многолетнюю проблему это не решает. Они ремонтируют эту воду, у нас нет воды. И потом она появляется, через неделю две нам опять пишут, что есть какая-то поломка, а не опять что-то. Еще в конце зимы глава округа провел встречу с местными жителями. По ее итогам были даны важные поручения. Провести анализ водопроводной воды и взять на контроль вопрос установки министанции снижения жесткости. Пробы уже сделали, а вот установить министанцию для снижения жесткости водопроводной воды должна была местная ресурсоснабжающая организация. Но это до сих пор. Пока только в планах. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Трифонов, телекомпания «Одинцова».